Все деревья в белых шубках мягкие падает снежок, в окнах огоньки сверкают, наступает Новый год. В преддверии праздника в воздухе витает ощущение волшебства, особенно если ты ребенок. В Старогородковской общеобразовательной школе «Гармония» прошла благотворительная акция «Письмо другу», благодаря которой уже на протяжении трех лет происходит тесное взаимодействие учащихся с представителями Международной языковой школы. Каждый Новый год мы встречаем так, что мы пишем либо Деду Морозу письмо, либо другу. И ждем чудес. А ты ждешь Новый год? Да. А почему ты его ждешь? Потому что в этот пирог случаются все чудеса. Чудеса действительно случаются. В общей сложности детям вручили более ста подарков, среди которых игрушки, книги, спортивные принадлежности, самокаты, сладости и многое другое. Представители Международной школы приехали вместе со своими учениками, чтобы адресно поздравить каждого ребенка. Самое, наверное, важное и искреннее желание – это просто помогать. И мы среди детей, в принципе, развиваем вот эту вот идею, да, что нужно всегда помогать ближнему. То есть одна из наших задачей тоже в том числе – показать детям, да, показать людям, что общество, оно разное и может находиться в разных ситуациях. И поэтому протянуть руку тому, кому нужно – это очень важно. То, что мы подарим подарки детям и тратим на это свои деньги, и нам совсем не жалко, потому что мы хотим делать. Я, честно, я хочу сделать весь мир намного счастливее. Я подготовила для Ксении Тахначевой игрушку «Зайка» плюшевую и конфетку, как она просила. Воспитанники Старогородковской школы в свою очередь подарили гостям сувениры ручной работы – новогодние венки, открытки, глиняные фигурки, которые они с любовью изготовили в гончарной мастерской. И сегодня подарки, которые привезли наши друзья, вручали именно дети. Дети детям. Я думаю, что это хорошая традиция. Это не случайное вручение. Дети писали письмо другу. Эти письма мы передали Вадиму. И именно эти подарки были куплены нашим детям на Новый год. И вот сегодня этот праздник большой состоялся. Каждый получил то, что он хотел, то, что он желал. Желания исполнились. Спасибо.